Саш, ну что, сегодня ты тащил, а команда как-то остальная не особо. Почему так получилось? Да, на самом деле команда хорошо играла. Мы создавали моменты, в первом тайме счет 2-0 мог быть равный. Подтащил вратарь соперника, хорошо сыграл. В принципе, когда мы забили 0 голов, кажется, да, что, можно сказать, что так команда не атаковала, что не помогали. С другой стороны, защита соперника хорошо сыграла, вратарь соперника хорошо сыграла. Фортуна сильная команда. У нас сейчас вторая игра за день. Мы только что с большого футбола садились на 11. У нас вся основа 80 минут под солнцем без замены играла. Поэтому нам можно спрело давать фрис-фреплей за то, что мы прошли этот сезон без технорей, потому что она была очень сложная. Поэтому я бы не сказал, что команда играла плохо. Все отдали силы, все красавцы, особенно наш молодой талант Антон Яицкий. Он вообще лучший. В итоге 5-е место. Как ты оценишь результаты? Следующий сезон, цели попасть в тройку или нет таких амбиций? 5-е место круто. Как в начале сезона мы обсуждали, цель была попасть в 6, чтобы избежать стыков. Мы перевыполнили цель. Мы от 6-го места хорошо оторвались. В принципе, были... Ну, не есть сезон, но довольно большую часть сезона в районе первой четверки, около там, в предместях. Поэтому очень крутой результат, учитывая, что мы вообще могли не заявиться на этот сезон. Там пришлось команду пересобирать. Ну, логично будет, да, следующий шаг. Так, ну, попробовать взять на две позиции выше, сохранить наших лидеров, найти каких-то новых ребят, поработать с абитуриентами, усилить наш клуб и попробовать побороть за тройку. Думаю, ресурсы на это у нас есть. Но будем ставить цели уже в начале следующего сезона, потому что надо дожить, понять, кто с нами вообще будет. Лучший игрок в Барсах в этом сезоне? Сложно, на самом деле, выделить, но здорово, здорово влился наш первокурсник Саша Фролов. Очень круто весь сезон за нас играл. Сейчас он получил травму, последние два матча пропустил, без него тяжело. Макс Петренко, хочу отметить, крутой трансфер, мы его подписали, и он здорово нам помог в играх с командами с нижней половины. То есть он очень здорово там тащил. Сейчас он тоже на алгоритме играет на воле, ему тяжело за нас все время подъезжать. Ну и наши легенды, Даня Андреев, Олег Ковалевский, Мирон Шубин, Ренав Агапов. Вообще всем благодарен. Сложно выделять лучших, потому что был такой костяк команды, который отдавал все силы и энтузиазм, доброжелательность. Все было очень круто. Спасибо.